Идти по ночному лесу Идти по ночному лесу Сбиться с тропки, которая порой изгибалась иногда, очень круто Холод донимал все сильнее Казалось, что лес, словно огромный холодильник, вырабатывает стужу, чтобы потом распространить ее всюду Андрюха несколько раз лязгнул зубами Его продернуло ознобом, как вдруг В правой ладони зародился мягкий жар, тут же разлившийся во всем теле спокойным теплом А в голове прозвучал насмешливый голос Так лучше О, так и в самом деле было удобнее Несравненно Вредный клинок мог ведь помочь и раньше, но почему-то ничего не сделал Разозлившись, Андрей даже словечко благодарности не произнес мысленно Но с облегчением подумал, что стало одной проблемой меньше А потом подумал снова, но уже с удивлением На что еще способна эта плесковица? Скоро выйдем к месту Донесся снизу приглушенный голос домового Ясно Идти стали еще медленнее Было здорово то, что не приходилось обращать внимание на холод, а целиком сосредоточиться на деле Андрюха старался идти настолько бесшумно, как только мог Вдруг Плюха прошипел Тихо Арюха послушно замер с поднятой ногой и обратился вслух Кроме завывания ветра, никаких других звуков не доносилось Он осторожно опустил ногу и спросил тихонько, что там такое Мы почти дошли, видишь, лес заканчивается Андрей напряг зренью, видел перед собой явственные красные просветы Деревья впереди и в самом деле становились реже А где мы выйдем? Шепотом спросил он у Плюхи «А я откуда знаю?» Недовольно отозвался коротышка и извительно добавил «Ты ведь жил там, не я, вот иди и смотри, куда вышли» Сдерживая раздражение на желчного домового, Андрюха переступил через его невысокую темную фигуру внизу и прошел несколько метров вперед Поредевшая стена деревьев внезапно оборвалась, и Рюха остановился, все еще пребывая в тени леса Прямо перед ним выступила пустая полоса пространства внешнего периметра колонии, которая по-прежнему была погружена во тьму Недалеко от ближнего угла забора стояли несколько построек неясного предназначения, также, в свою очередь, окруженные невысокой оградой Луна тяжело, словно клоп, насосавшийся крови, нависала над миром Пламенеющий свет заливал неживое пространство вокруг, от построек ощутимо несло вонью хлева и навоза Рюху осенило Да ведь это подсобное хозяйство, именно здесь выращивала свиней бесконвойная хозобслуга Внезапно, какое-то неясное движение насторожило его Послышался скрип открываемой калитки, и на улице показалась темная фигура человека с ведром в руке Он отошел чуть дальше, к кромке леса и что-то высыпал из него на землю, после чего снова прошел к хоз двору и пропал за забором «Это кто?» – просвечал вопрос откуда-то снизу Андрей вздрогнул от неожиданности «Не подкрадывайся так тихо», – буркнул он до мовома и добавил «Долго объяснять, если в двух словах, то просто какой-то заключенный «Которжник!» – деловито переспросил коротышка «Можно и так сказать?» – согласился Рюха, не желая вдаваться в тонкости определений «Вот только я не понимаю, как это они здесь так спокойно себя чувствуют, если везде хаос?» «Может, это не люди?» «Не думаю» Андрей напряженно размышлял, как поступить дальше «Вот что мы сделаем» Принял он решение «Ты останешься здесь, а я зайду к этим ребятам и попробую пробить, что и как у них тут, лады?» «Не думаю, что это хорошая идея», – отозвался коротышка «Но она пока единственная, может быть, они хоть что-то знают» Решившись, Андрюха сделал шаг вперед и строго сказал Плюхе «Оставайся здесь, я недолго, если что, сразу дергаем отсюда» И, не слушая тихих возражений спутника, пошел по направлению к хоздвору Рюха старался двигаться очень тихо Оказавшись у калитки и памятуя о ее громком скрипе Он открывал ее медленно и осторожно, что вполне ему удалось Он зашел во двор, в котором никого не оказалось И где навозная вонь ощущалась особенно сильно Из дома, в котором, как он полагал, проживали бесконвойники, не доносилось ни звука Если бы он сам не видел, как отсюда выходил человек То ни за что бы не поверил, что здесь есть кто-то живой Подкравшись к двери, почти на цыпочках Андрюха долго стоял, прислушиваясь к тому, что происходит внутри И его усилия были вознаграждены До слуха Андрея донеслись звуки чьих-то неспешных шагов Негромкое позвякивание посуды, шорохи Сильно бьющимся сердцем он очень аккуратно потянул на себя входную дверь Ожидая, что и она заскрипит и привлечет этим ненужное к нему внимание Но на удивление та открылась бесшумно А в лицо ему пахнуло душным теплом и свежим запахом мясного варева Рюха вошел внутрь и все так же аккуратно прикрыл дверь Перед ним тянулся длинный полутемный коридор, который выходил в комнату Озряющуюся каким-то живым огнем Танцующих на стенках алый свет не давал в этом сомневаться Изнутри слышались неясные приглушенные звуки Запах вареного мяса стоял просто одуряющий Андрей сглотнул слюну, дорезив желудки, понимая, насколько он проголодался Руна на плече молчала, поэтому он тихо, осторожно двинулся вперед На гвоздях, вбитых прямо в деревянную стену, висели какие-то старые плащи, шапки, телогрейки, еще всякие шмотки И от всего этого остор разило скотным двором со всеми присущими ему ароматами Дойдя до конца коридора, он остановился Очень тихо и аккуратно выглянул за дверной косяк Его взгляду открылось просторное помещение, которое, тем не менее, было довольно тесно заставлено С правой, дальней стороны, стояли двухъярусные лагерные шконки, между ними тумбочки У другой, противоположной стены, громоздился длинный стол, ничуть не отличающийся от тех, что были в лагерной столовой Две лавки по ее краям, холодильник, состоящий на нем большой деревянной хлебницей И печка типа буржуйки с распахнутой заслонкой, откуда и исходил этот трепещущий алый свет Помимо этого, везде, где только было возможно, располагались горящие свечки На печке пыхтела огромная кастрюля, исторгая из себя клубы аппетитного пара В ней помешивал ложкой приземистый парень в лагерной робе, правда, с достаточно отросшими волосами То ли готовился к освобождению, то ли бесконвойникам позволялось больше, чем арестантам в лагере Он стоял спиной, и Рюха мог рассмотреть только его руку, монотонно водящую ложкой внутри алюминиевой посудины Боком к нему за столом сидели еще двое, которые жадно поедали вареное мясо горкой, наваленной прямо на столе А причем, насколько мог заметить Андрей, на том отсутствовали соль, хлеб или, к примеру, вилки Только парящее мясо, которое два зэка хватали руками и отправляли в рот Внезапно один из зэков, словно почувствовав чей-то взгляд, повернул голову Крюхи и сказал, ничуть не удивившись появлению чужака «Жрать будешь? Будя и мясо наварил! Вкусно! А вы как здесь? Нормально?» Не нашел ничего лучшего спросить Андрюха, досадуя, что его появление заметили «Пойдет!» — повернулся к нему и второй из сидящих за столом Теперь оба смотрели на него, не прекращая жевать Лица обоих зэков были в испарине, то ли от царящей здесь влажной духоты, то ли от постоянной работы челюстями Ближний молодой парень с мелкими чертами лица Другой средних лет с густыми бровями и крупным носом картошкой Выражение лиц у обоих было какое-то отрешенное, что ли, или равнодушное Но Руна молчала, вокруг на удивление было спокойно и очень хотелось есть Да и Плюхе не мешало принести что-нибудь Хотя Андрей даже не представлял себе, что вообще едят домовые Он взглянул на странного кашевара, что вообще не удосужился проявить любопытство и обернуться Рюха снова посмотрел на двух зэков за столом, которые уже отвернулись от него, сосредоточившись на еде И спросил, а где все мусора? И только сейчас, стоящий у плиты, обратился к нему, не переставая помешивать восхитительно благоухающее варево Рюха сказал, а зачем они тебе? На Андрея взирала одутловатая мурлоса с тесаным подбородком, мелкими глазками и жирными щеками Толстые губы при разговоре шевелились лениво и медленно, как пиявки Соскучился? Нет, не соскучился, ответил Рюха И хотя руна никак не давала знать о себе, но при взгляде на эту рожу Андрюха моментально напрягся Просто не видно никого Ну почему не видно? Меланхолично сказал тот И вытащил из кастрюли кусок мяса на длинной двузубой вилке Протянул его в сторону Рюхи и добавил Вот, например, майор Корольков, известный как Кэтс Очень вкусный пидор оказался Упитанный Андрей смотрел на то, что протягивал в его сторону кашевар, немея от ужаса В полутора метрах от него, исходя паром и источая оглушенный запах, колыхался кусок вареного мяса В котором можно было узнать человеческую голень Довольно толстую, с лохмотьями отставшей кожи Внезапный приступ рвоты нахлынул на Рюху, заставив его согнуться в жесточайшем спазме Горькая желчь обожгла язык Андрей кашлял и отплевывался, пачкая и без того грязный пол Несмотря на это, он краем глаза следил за толстогубым и двумя другими сидящими за стелом «Будешь хавать?» — деловито спросил кашевар, по-прежнему удерживая на весу кошмарное угощение «Сука!» — хрипло выговорил Андрюха «Людоеды сраные!» — может и тебя сожрать? — задумчиво спросил варщик И, шагнув к столу, со стуком положил на него голень В новую порцию тут же вцепился руками ближайший из зэков И, поднеся к арту с плотоядным урчанием, принял сорвать мясо зубами Желудок Рюхи вновь сотрясла судорога Он все еще согнувшись, начал спиной пятиться назад, не сводя взгляд с губастого повара Который шагал к нему, держа перед собой здоровенную вилку От мясного аромата, такого приятного раньше, теперь тошнило Хотелось как можно скорее оказаться на улице Пятясь, он миновал уже половину полутемного коридора Кошевар все так же настырно шел вслед за ним, поигрывая в руке гигантской вилкой Наконец, зад Андрюхи уперся в дверь, и он вывалился на улицу В благословенный свежий воздух Дверь захлопнулась, но тут же открылась снова, и на пороге предстал людоед Он поднял рыло кровавой луне И неожиданно кинулся настоящего перед ним рюху, направив вилку ему в живот Андрей едва успел отскочить в сторону, пропуская мимо себя напавшего Тот резко остановился и вновь бросился со своим оружием на Андрюху, который уже ждал этого Сместившись в сторону, он кулаком сбоку догнал людоеда, после чего тот опрокинулся на землю и затих Рюха оглянулся на вход, но больше никто так и не появился Видимо, едокам было не до того Его вновь передернуло Казалось, что ароматы жуткой еды впитались в кожу, волосы, забили ноздри Что это было, блядь, такое? Какое внезапное безумие могло напасть на этих троих зэков, что они принялись жрать человечину? Но что делать теперь? У них-то точно ничего не узнаешь? Может попытаться попасть внутрь лагеря через открытые входные ворота, ну а потом? Где искать этот обломок АллатРе? Он подумал об этом и тут же обвинил себя в тупости У него ведь есть близковица Уж она-то точно знает, где находится этот камень Надо было возвращаться к домовому и вместе с ним пытаться проникнуть внутрь колонии Он бросил последний взгляд на пребывающего в отключке людоеда и двинулся к калитке За оградой по-прежнему не было ни души Рюха пересек пустое пространство и подошел к кромке леса, где его должен был дожидаться домовой Он остановился под первыми деревьями и тихо позвал «Плюха, на голову мне не наступи!» Ворчливо отозвалась темнота прямо под его ногами «Чего так долго?» «Да так, пришлось с людоедом сражаться» «С людоедом?» Рюха быстро рассказал историю своего посещения хоздвора, на которую Плюха отозвался следующими словами Нафь сводит людей с ума, обращает их, пожирает Так или иначе, вступившие в нее начинают ей и принадлежать А в каком качестве? Она сама выбирает «Но с нами-то этого не случилось», — заметил на это Рюха «Наверняка не только с вами Значит, Нафь вас просто сожрала бы Если она захватит Явь, то люди в своем нынешнем качестве не смогут выжить» Оба после этих слов немного помолчали А затем Домовой спросил «Ну и куда нам дальше?» «Пойдем через ворота, по-другому не получится, тем более, что они открыты» «Вот только не пойму, почему здесь такая тишина кругом» «А ты думаешь, что все должно крутиться возле вашей каторги?» Насмешливо спросил Плюха «Да ты хоть знаешь, что здесь творилось?» Он на коротке передал рассказ погибшего в лесу беглого зэка Но это ничуть не впечатлило Домового «Ну и что?» — равнодушно отреагировал он «Просто скопище народа Кого-то пустили под жертвенный нож А кого-то обратили в монстров Помнишь, что я говорил? Все, находящиеся в НАВИ, принадлежат ей» «Ладно» Решив не вдаваться в философские размышления о природе НАВИ Сказал Андрей «Надо идти к воротам» И они пошли Двигались по кромке леса в тени деревьев так, чтобы видеть пустое пространство по периметру лагеря Очень мешали многочисленные низкие кусты, цепляющиеся за одежду и сучья под ногами, которые могли своим треском привлечь к ним чье-нибудь враждебное внимание Спустя какое-то время они добрались до угла лагеря, за которым уже открывалась фронтальная часть колонии Остановившись, Рюха внимательно посмотрел перед собой Багровая луна висела так низко, что казалось, распорить себе брюхо об остроконечные вышки, где раньше стояли часовые Ее кровавый свет удивительным образом еще более затенял окружающее пространство, не позволяя толком что-то рассмотреть вдали То и дело хотелось сморгнуть, чтобы очистить зрение Фонарь перед штабом горел все так же тускло и безнадежно, и по-прежнему никакого движения в пределах видимости «Сам пойдешь или взять тебя в руки?» — тихо спросил у коротышки Андрей «Себя возьми!» — сварливо отозвался тот «Тоже мне! Нашел кота! Пошли!» — и Домовой первым вышел из тени деревьев на открытое пространство Рюха в два шага догнал его и, ухватив того завор от кожуха, сердито прошипел «Чего ты рванул? Ведь даже не знаешь, куда нам идти! Вот и иди вперед!» — раздраженно сказал Плюха «Чего стоять-то?» Не отвечая вздорному спутнику, Андрей специально перешагнул через его невысокую фигурку и пошел вперед, не забывая осматриваться по сторонам Вскоре они достигли проема въездных ворот Андрюха остановился и, обернувшись к Плюхе, негромко произнес «Идем очень тихо, держись за мной, смотри в оба «Учить меня еще будешь!» — донеслось от неугомонного домового Мысленно плюнув, Рюха зашел в конверт Здесь за время его недолгого отсутствия ничего не изменилось Мертво и пусто Труп овчарки по-прежнему черной кляксой пятнал бетонное покрытие внутреннего двора Он направил свои шаги к лестнице, ведущей на вахту Плюха, не отставая, мелко семенил следом Дверь открывал очень медленно Каждую секунду, ожидая, что из ширившегося черного проема На него кинется кто-то мерзкий и смертоносный Но ничего подобного не происходило И, наконец, дверь открылась достаточно для того, чтобы можно было в нее пройти Тьма изнутри Дохнула сортирной вонью и уже знакомым запахом разлитой крови Андрей на секунду замер, переживая приступ тошноты И сосредоточенно вслушиваясь и вглядываясь в черный провал открытого входа Нетерпеливый коротышка прошипел позади него «Чего ждем?» Захотелось сверху отпустить ему крепкого леща Но Рюха только выдохнул И, стараясь дышать неглубоко, придержал дверь Давая возможность маленькому домовому Пройти внутрь без риска быть ею прихлопнутым Коротышка с достоинством перешагнул порог и произнес «Как здесь воняет!» «Не ори!» — нервно отозвал Сарюха, не закрывая проход «Еще услышит кто-нибудь?» «Тот никого нет!» — спокойно ответил тот «Закрой дверь!» «Откуда знаешь?» «Знаю!» Андрей медленно притворил вход, пытаясь хоть что-то разглядеть в кромешной тьме окружающей их Темнота была абсолютной, окон здесь не предусматривалось в принципе Вот когда оставалось пожалеть о потерянной где-то зажигалке А еще остро не хватало рядом вечно нудящего и всем недовольного рябы «Посвяти!» — прохрепел снизу домовой «Чем я тебе посвячу?» — огрызнулся Андрей «Силой мысли?» «У тебя близковица!» — ответил тот с таким же раздражением в голосе «Вызови ее!» Андрюха мысленно хлопнул себя по лбу и обратился к своему фантомному клинку Опасаясь, впрочем, что своенравное оружие не захочет размениваться на такую мелочь И не станет выступать в роли банального фонаря Но, к его удивлению и радости, близковица в ту же секунду выдвинулась из навершия ладони Залив окружающее пространство своим невероятным белым светом Рюха огляделся Прямо перед ним валялся выпотрошенный, обезображенный труп какого-то мента На разорванном в лоскуты и залитом кровью кителе можно было разглядеть капитанские погоны То, что осталось от тела, вызывало только ужас и омерзение Обглоданное до черепа лицо, освобожденное от плоти ребра с выеденными внутренностями Кишки на полу Одна рука у трупа была оторвана и валялась чуть поодаль, блестя обручальным кольцом на безымянном пальце Андрей судорожно склотнул и переступил через изуродованное тело, стараясь не наступить на окровавленные раздавленные кишки Обойдя стол, за которым обычно сидел постовой, он прошел дальше в помещение, где располагался ДПНК с помощниками и мониторы слежения На которые выводились изображения с пока еще редких в лагерях видеокамер, надзирающих за локальными участками бараков, плацем и территорией промзоны Конечно, все сейчас они не работали Здесь на удивление было пусто Ни тебе мертвецов, ни чудовищ, ни беспорядка На столе лежал журнал дежурного, стояла кружка с недопитым чаем, а рядом надкушенный бутерброд с куском сыра Словно ДПНК на секунду вышел из помещения и вот-вот должен вернуться обратно и закончить свой скудный ужин или завтрак Андрей поднял голову и уткнулся взглядом в собственное отражение в обзорном стекле большого окна, выходящего на жилую зону Какую-то секунду он тупо взирал на себя самого с ярко сверкающей близковицей После чего судорожно сунул руку за спину, одновременно с этим приказывая ей погаснуть Тьма прянула в глаза и в этой непроглядной тишине Рюха Слышал сейчас только суматошный перестук своего сердца и мечущиеся мысли, силой бьющие в гости черепа Почему он не погасил клинок? Ведь он помнил о наличии этого окна в дежурной части А что если кто-то увидел свет и уже идет сюда, чтобы выяснить его происхождение? Какой же он идиот! Он даже тихонько застонал от злости на самого себя Куда дальше-то идти? Раздалось за спиной настолько внезапно, что Рюха вздрогнул и резко обернулся За своими размышлениями он какое-то время совершенно забыл о спутнике И теперь смотрел на него, стараясь собраться с мыслями Нам надо выйти туда Кивнул он в сторону второй двери, ведущей из дежурки в лагерь Не подумав о том, что домовой не может увидеть его жеста Но к его удивлению вслед за этим раздались звуки мелких шажков в плюхе А через пару секунд его ворчливый голос произнес «Ну и чего застыл? Пошли дальше!» «Ты что, видишь здесь?» Отозвался на это Рюха, делая шаг в сторону скрытого темного выхода «Не очень хорошо», — с неохотой ответил домовой «Но вижу» Раздался негромкий скрип В лицо Андрея пахнуло свежим воздухом Вслед за маленьким спутником он оказался на высоком крыльце Ступени которого спускались в локалку Весь лагерь тонул во тьме Луна снова закуталась в черные тучи Позволив мраку властвовать почти безраздельно На этом ночном фоне лишь кое-как Проглядывали еще более темные остовы Лагерных бараков, грузно стоящих на земле «Ну иди вперед, раз хоть что-то видишь», — тихо сказал Андрюха кротышке «Я вообще низки не вижу» «Куда идти-то?» — сварливо откликнулся на это предложение тот «Я здесь ничего не знаю» «Погоди-ка немного» Неожиданно спохватился Рюха и добавил «Посмотри по сторонам, а я пообщаюсь с близковицей» Домовой лишь коротко хмыкнул, но ничего не сказал А Андрей мысленно обратился к своему призрачному клинку «Ты можешь помочь нам понять, где конкретно находится камень?» «Конечно» Ответ последовал незамедлительно И в этом голосе, слышимом только ему, Андрюхе почудилось некое напряжение «И где же он?» «У меня просто такое впечатление, что здесь вообще ничего нет, если не считать тех людоедов, что я встретил за забором» «И, кстати, ты не знаешь, почему Руна промолчала?» «Обычно при встрече со всякой нечистью она огнем горит» «Они не были нечистью», — последовал ответ «По крайней мере, в том смысле, который в это вкладываешь ты» «Это просто люди, что под воздействием пришедшей Нави вывернули свою изнанку и предстали в том облике, который был им присущ» «Поедание человечины — всего лишь крайнее воплощение той жизни, которую они вели, будучи в привычном, как бы цивилизованном облике» «Они до этого, так или иначе, всегда поедали людей, понимаешь?» «Еще бы», — отозвал Сырюха «Очень хорошо понимаю» И с отвращением добавил «Козлы» одним словом «Почему козлы?» В голосе близковицы слышалось недоумение «Люди, не обращай внимания» Не стал углубляться Андрей в нюансы лагерной иерархии «Лучше скажи, куда нам идти дальше» В ответном голосе клинка снова прозвучало напряжение «Справа от нас, в дальней части этого лагеря, большое здание Камень находится там Ты уверен?» Андрюха попытался взглядом протолкаться сквозь мрачную тьму, покрывающую собой весь лагерь «Полностью!» «Но я даже не чувствую никакого движения!» Запротестовал он «Да и руна молчит!» «Камень там!» «Иди!» И все Рюха сделал несколько безнадежных попыток вновь воззвать к своему чудесному оружию Но тщетно Клинок молчал Андрей быстро пересказал содержание разговора спутнику И в окончании сказал «Сомневаюсь я, что камень там» «Не сомневайся!» Твердо заявил коротышка «Если близковица говорит, что он там, значит так оно и есть» «Он력摩АНО» «С� интересно!» «Ск wantим.» «Андец. »